Привет. Я сейчас у своих родителей. Прежде чем я начну это супер-мега серьезное видео, я, наверное, покажу вам свою комнату. Значит, у меня вся комната по периметру как бы обита пробкой, и на этой пробке всегда было очень много всякого наклеено. Сейчас на ней наклеено примерно 30% того, что было. Здесь, например, были всякие письма из лагеря. Это меня девочка нарисовала. Моя картина. Это Гарри Поттер и Кубок Огня. Это когда Гарри Поттер плавал под водой. Это я нарисовала где-то в классе в пятом. Плакат Аврил Лавин. Плакат Спанч Боба. Это еще плакаты Аврил Лавин. Да, короче, это моя комната. А, блин, я хотела покрыть коллекцию. Вон. В этом видео я бы хотела поговорить о принципах и о том, чего можно ожидать от своих друзей. Я в своих рассуждениях буду отталкиваться от своего определения друга, которое я сейчас дам. Так что, если у нас будут какие-то разногласия в комментариях или там споры, то проверьте лишний раз. Может быть, дело все в том, что ваше определение друга не совпадает с моим определением. Итак, друг — это человек, с которым вы разделяете одни и те же базовые ценности, с которым вы друг друга уважаете и цените, и с которым вам приятно проводить время вместе. Я попыталась в этом определении объединить как бы рациональную составляющую в виде ценностей и эмоциональную составляющую в виде того, что вам приятно проводить время вместе, и вам просто как-то хорошо вместе там. И под мое определение не подходит вашей многочисленной знакомой и тот классный чувак, который вдруг на днях стал во всех социальных сетях орать, что «Ура, Крым наш!». Вы вроде бы рады назвать его другом, но вам стыдно. Если вам стыдно за дружбу с человеком, то вам не нужно с ним дружить. Может быть, это прекрасный человек, и ваш стыд основан на вашей зависимости от чужого мнения, но тогда вам тоже не нужно с ним дружить, потому что ему не нужен такой друг, как вы. Мы определили, что такое друг. Теперь я бы хотела рассказать о том, что можно ждать от друзей в сложных ситуациях, с которыми вы не согласны, которые вызывают у вас какие-то негативные эмоции, злость и прочее. Я возьму три ситуации. Первое. Вуди Аллен изнасиловал свою семилетнюю дочь. Второе. Ваш знакомый проголосовал против однополых браков. Третье. Ваш парень изменял вам на протяжении всех ваших отношений, и у вас есть все подробности и все переписки от нее. Все эти ситуации одинаковы в том, что они вызывают у вас полное неодобрение. Ну, если вы как я, то все три ситуации вызывают у вас полное неодобрение. При этом вы осознанно или неосознанно руководствуетесь какими-то принципами, вашими ценностями, вашими представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо. Для всех трех ситуаций вы в большей или меньшей степени понимаете или чувствуете, что они плохие и неправильные. Мы говорим про друзей, поэтому давайте добавим к каждой ситуации подругу. Допустим, у вас есть общий друг с Вуди Алленом, у вас есть общий друг с этим чуваком, который проголосовал против однополых браков, и у вас есть общий друг или подруга с тем чуваком, который мудак. Допустим, вчера Вуди Аллен был вашим любимым режиссером, тот гомофоб был вашим коллегой на работе, и тот мудак был вашим партнером. Допустим, вам только что поступила информация о всех трех ситуациях. Ваша первая естественная реакция — это как-то искоренить эти ситуации своего и своей жизни и откреститься от них, от этих людей. Просто как бы нажать delete и не вспоминать об этом. Все потому, что ваша система ценностей орет вам на ухо то, что это не ок. История Вуди Аллена заставила вас немножко блевануть в свой рот, история об гомофобе вас расстроила, и история с вашим бывшим парнем заставила вас пройти через довольно жесткое эмоциональное говно. Но там совершенно нормально то, что на ситуацию, которая касается лично вас, вы реагируете более остро. Рационально вы реагируете на все три ситуации одинаково. Ваши ценности не позволяют вам даже разговаривать с этими людьми, и это подтверждает ваши чувства и эмоции. Допустим, ваш друг тоже осведомлен о всех трех ситуациях, и вот вы встречаетесь с ним за чашечкой кофе. Вы можете ожидать абсолютно такой же реакции, как у вас. Она может отличаться эмоционально, потому что эмоции отличаются у людей по физиологическим причинам. Но рационально она будет абсолютно такой же, как у вас. Вам не нужно будет ставить ему вообще никаких условий. Там типа, ты же знаешь, этот чувак гомофоб, я с ним больше не хочу общаться, и вообще я не хочу, чтобы ты с ним тоже общался. Это так ужасно, он же вообще просто противный человек. Если это ваш настоящий друг, то он сам не захочет общаться с этими людьми, потому что он точно так же проидентифицирует все три ситуации. Он точно так же скажет, что один педофил, другой гомофоб, а третий мерзкий манипулятор. И ему не нужно выслушивать от вас никакое объяснение. С первыми двумя случаями все происходит так же, как у вас. Эти два случая его не касаются, но он головой понимает то, что они неправильные. Поэтому он там с вами on the same page. С третьим случаем, который касается лично вас. У него, у вашего друга, есть целых две причины прекратить свое общение с этим человеком. Он не только должен осуждать ценности этого чувака, но ему должно быть за вас лично обидно, потому что вы его ценность. Он совершенно естественным образом почувствует обиду не только из-за неправильности ситуации, но и за вас. Для него ваша обида — это его обида, и ваше несчастье — это его несчастье. А если это не так, то он вам не друг. По моему определению. По идее, это даже обсуждать не нужно. Но если по какой-то причине вы это обсуждаете с ним, например, вы не уверены в том, как он ряд отреагирует, или вы не уверены в важности своих чувств. И, допустим, вы поднимаете эту тему. В принципе, тут может быть два варианта событий. Первое — это какие-то вариации, фразы. Да, конечно, чувак, он полный мудак, я его даже видеть не хочу. Ну, давай закроем эту тему и пойдем бухать. Или второй вариант — это могут быть следующие фразы. Ну, и, наверное, еще какие-нибудь, но я придумала такие, потому что я встречалась в своей жизни с такими. Ну, лично мне он ничего плохого не сделал. Ну, как бы ты не можешь ставить условия, это же дружба. Я не знаю, я не уверена. Это все очень относительно, все очень по-разному видят эту ситуацию и вообще ситуации в жизни. Наверняка у него были причины так поступить. Кто я такой, чтобы осуждать его? Люди несовершенны, они совершают ошибки. Люди меняются. Год назад он так поступил, но сейчас он совсем другой, правда. Если человек произносит такие вещи, нужно вставать из-за стола и уходить. Это не ваш друг, и вам не нужен такой друг. Еще хочу сказать, что я делаю это видео не для того, чтобы с кем-то поспорить или выслушать какие-то другие точки зрения. Это видео для тех, кто думает так же, как я, но сомневается в чем-то и находится сейчас в сложной ситуации, и ему нужно лишнее какое-то напоминание о том, что его мысли важны и валидны, и он не один, и есть люди, которые думают так же, как он. Спасибо за просмотр!